Ши Чханда, Джая Нитянанда Яйодвайтачандра, Джая Горобактавринда Шу Чханда, Горобактавриндра Кучult приходит на memEE Шу Чханда, Джая Нитянанда Яйодвайтачандра, Джая Горобактавринда Сегодня я хочу поделиться, прочитать очень сокровенный раздел из читаний Чиритамриты. Сокровенный, потому что он описывает суть духовного движения, которое принес Господь читания, суть нашего движения, показывает его глобальность и дает понимание внутренней сути. То есть часто мы видим какие-то внешние вещи, они могут быть несовершенные. То есть может быть здание не очень удобное, еще что-то не очень удобное. То есть что-то нам может не нравиться, что-то нравится, но есть глубинная суть. То есть если мы будем связаны с этой сутью, то тогда даже если внешнее, что-то будет, мы можем что-то уйти может у нас, мы можем что-то потерять, что-то наоборот прийти. Это все как бы внешние вещи, но есть внутренняя суть. Если внутренняя суть сохраняется, движение находится в вечности. Что же это за внутренняя суть? Вот это очень интересно. Что такое внутренняя суть этого движения сознания Кришны? Очень интересно понять. Ходите, да, об этом слушать? Да. Еще про. Только про. Да, расскажем. Сокровенной. Италии. Она вроде бы открытая, но всегда ценно поговорить об этом. Есть знаменитое высказание, которое Радан Махарад цитировал, матери Терезы, что в этом мире есть одна главная проблема – это голод. Но голод не желудка, голод сердца, на самом деле, точнее, голод души. То есть, когда душа лишена смысла своего существования, она испытывает сильный голод, который не может заменить даже богатство всей Вселенной. То есть, даже если человек получит богатство всей Вселенной, это не утолит жажду голода. Вот такая как бы вещь. И в этом мире мы можем видеть, все устроено было Господом Брамой. То есть, были устроены разные родовые династии, которые распространялись на протяжении уже миллионов-миллионов лет, то есть, с самого начала творения. Были прародители человечества, то есть, у них были разные дети, которые так появились, разные рода, разные. То есть, мы видим в этом мире, на нашей земле, множество различных родов, что ли, народностей. Например, здесь мы находимся в Азербайджане, то есть, прекрасная очень, тоже, как род такой своего рода. То есть, и потом, я сегодня лечу Казахстан, там другой, другая как бы. Потом Киргизстан, там третья, Азбекистан четвертая. Так, есть множество разнообразия различное. То есть, есть единство, то есть, все это люди. Но есть разница, то есть, есть немножко как семьи такие, рода. И внутри этих даже общностей есть тоже какие-то родовые деревья, да, то есть, семьи различные, которые из поколения в поколение, то есть, передают какие-то традиции. Передавали, по крайней мере, я не знаю, как сейчас на Кавказе у вас. Сейчас деградирует из-за влияния вот века Кали, люди постепенно все деградируют. Вот, я узнавал в этом Казахстане, у них еще, ну, как бы, родители требуют от детей, чтобы они знали, по-моему, семь поколений своих родственников. В России уже даже два поколения, там уже все, никто ничего не знает. Редко, редко очень, что кто-то знает там какую-то свою историю. Вот, на Кавказе еще это как-то хранится, я думаю, у вас тоже какой-то есть, сохраняется еще. Изначально это все было часть духовной культуры человечества, которая постепенно теряется. И вот для того, и, как бы, вот важная вещь, из-за вот этого голода сердца, голода души, люди начинают пытаться этот голод компенсировать за счет других, да, то есть, они пытаются эксплуатировать других людей, эксплуатировать ресурсы. То есть, из-за этого начинает, возникает вражда, соперничество какое-то за вот эти вот, за обладание вот этим всем. И люди думают, что так они будут счастливы, если они больше получат. И в результате постепенно мы видим, как разрушается мир, разрушается общество, разрушается семьи, рода разрушаются, семьи. То есть, вот эта вот червоточина, она разрушает все. И когда у человека нету сердца вот этого вот, этой энергии любви, любовь, означает, что человек переполняет, ему хочется, да, вот поделиться этим, да, то есть, вот отдавать, что-то делать такое вот вдохновенное. А если вожделение означает, что мне мало, то есть, мне нужно, да, то есть, мне нужны деньги, то есть, я что-то делаю, но для того, чтобы получить что-то. То в этом случае совсем другое качество моего общения будет, совсем другое качество моей какой-то деятельности. Понимаете, да, то есть, как это вот взаимосвязано. Поэтому главное, дефицит этого мира, это любовь на самом деле. Это главное, все ищут любви, но часто путают это, то есть, они путают это с вожделением, то есть, они думают, что вот я, я люблю, да, там, я люблю курочку, да, вот, и что это означает? Я ее съедаю, в чем-то любовь-то тогда получается, да, то есть, я люблю курочку, я люблю рыбу, люди говорят, я еще что-то люблю. Нет, я вожделею ее, я наслаждаюсь ее, мне нравится ее эксплуатировать. Вот это, но это не любовь. Это другая вещь. Душу удовлетворяет только любовь, то есть, вожделение, оно не может удовлетворить душу. То есть, хотя оно кажется, что я вот чем-то удовлетворяюсь, но на самом деле эта страсть только разжигается, и все более и более разрушительные последствия этого всего приходят. Поэтому в человеческом обществе всегда была еще одна линия, которая оживляла душу. Она называется цепь ученической преемственности, или цепь передачи, или пробуждения любви опять в человеке. Это очень-очень важно. Если в обществе или в семье нету связи с этой духовной преемственностью, то тогда все будет деградировать постепенно. То есть так. Поэтому человечество нуждается в связи с духовной вот такой цепью преемственности, чтобы пробуждать любовь и оздоравливать со всеми все. То есть, если у человека есть любовь, и он воспитывает ребенка, то это будет воспитание любовью. Даже когда родитель с любовью проявляет строгость какую-то, ребенок это чувствует, что папа меня любит. Что это его любовь так выражается. Вот. Но если любви в сердце нет, то тогда воспитание ребенка превращается в какое-то насилие определенное, муштру, манипуляцию. И дети очень сильно это, это очень ранит ребенка. На всю жизнь потом остается. Травма такая психологическая. Если человек без любви делает какое-то, не знаю, какое-то дело, например, строит. Вот здесь видно, что преданные вложили свое сердце с любовью, и атмосфера, она сразу как бы чувствуется. Вот. Если человек делает просто, знаете, побыстрее, больше получить, меньше сделать. Очень часто так бывает, люди нанимают работников, делают, получают деньги, и через три дня все начинает сыпаться. То есть, начинает сыпаться, и уже никого не найдешь. То есть, телефоны сразу меняются, чтобы их не нашли этих мастеров. Ну, и все. Конечно, сейчас мастера, они стараются, так сказать, где-то такой найти компромисс. Но вот так, чтобы человек от души, знаете, вот сделал, но еще и от себя что-то, вот знаете, вот прямо видно, человек душу вложил. Это редко встречается. Для этого должно быть наполнено сердце, да, то есть, вот это вот духовное, человек должен духовно переполнять. Тогда он может что-то творить, он может вот делать свою деятельность не ради, вот просто, чтобы от тебя что-то получить. Он просто служит, да, служение. И, конечно, к такому человеку приходят всегда ресурсы. Ведическая культура была построена именно на этом принципе. То есть, человек должен был исполнять свою, как бы, дхарму, свое, вот, предназначение. И как следствие этого ему приходили необходимые вещи, ну, необходимые, как бы, средства, ресурсы для его жизни. То есть, обязанности шли, как бы, впереди. Сейчас для людей важнее, как бы, вот, ресурсы. Это смыслом жизни стало. Это как некий, как некая единица наслаждения, да, то есть, если день, в деньгах все измеряется. Но это лишь ресурсы, они являются смыслом жизни. А вот именно служение, то есть, проявление этой любви, вот это является, на самом деле, высшим предназначением души. Подняться на этот уровень любви. И вот в Читании Читаврите есть одна удивительная глава, которая мне очень нравится. Я уже во многих местах с преданными ее читал. Хочу с вами тоже почитать, если вы не против. Девятая глава Аделилы. Вот, она называется «Дерево любви Господа Читания». Сейчас, даже точнее. Исполняющее желание дерево преданного служения. То есть, дерево – это образ, который, ну, нам понятен. То есть, мы видим дерево, есть множество веточек каких-то, да, то есть, у этого дерева есть корни. Вот. И в материальном мире, как мы уже говорили, есть какие-то родовые деревья. То есть, люди говорят, вот, дерево рода. То есть, там, вот, от этой ветви, от этого, вот, дедушки, произошли две ветви. То есть, вот, два сына, от них произошли еще там сыновья, и вот так дерево, как бы, разрастается. Вот. И подобно этому есть дерево любви. Дерево любви растет не из этого мира, потому что в этом мире души приходят, и они входят в состояние дефицита. То есть, они здесь, как бы, ищут любовь, но не могут найти. Дерево любви растет из духовного мира. Вот это вот очень интересная, как бы, вещь. И питается оттуда тоже. Питается самим Кришной. И есть определенные... Если мы поймем таинство этого дерева, как оно развивается, как оно растет, если мы будем связаны с этим деревом, то через нас тоже будет протекать эта энергия любви, и мы сможем оздоравливать общество вокруг нас, что сейчас очень-очень важно. В любой стране, в какой бы то ни было, это очень-очень важно. Оздоравливать общество. То есть, не хватает у людей изобилия, любви, счастья вот этого. Итак, Кришна, Верховная Личность Бога, 5000 лет назад Он являл здесь, на Земле, свои трансцендентные деяния. То есть, Он являлся лично и приводил своих спутников сюда. И когда Он закончил здесь свои игры, Он посмотрел, а что произошло с людьми. И обнаружил, что уже очень через короткое время люди не могли понять, а зачем Он вообще приходил. Даже Мудрецына Мишарани спрашивает Суду Госвами, а зачем Кришна являлся, явился в тюрьме Канцы. То есть, что там такое, зачем Он вообще приходил. Люди читали даже игры Кришны, но они думали, это что-то похоже на какие-то мифы. Не может быть, чтобы Господь вот такие деяния являл. Вот. То есть, у людей был закрыт доступ к сокровенной тайне, вот тех отношений, которые связывают Кришну с Его близкими и преданными. Это отношения на самое возвышенное, то есть, они основаны на очень высокой степени любви. Это очень трудно понять. Например, людям в этом мире даже трудно понять, вот когда преданный, например, переполненный счастьем, подходит и говорит, я просто хочу вас угостить. Человек так думает, а что я должен? Ничего не должны, просто хочу вас угостить. Нет, 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 вы мне скажите, что я вам должен, да? Люди не могут поверить даже вот в то, что вообще такое возможно, что кто-то может от сердца, из любви что-то делать. Как же понять вот эту высшую любовь, которая царит там, вот в высшей обители Кришны, это настолько возвышенно совершенно. И Кришна пришел и вот, знаете, как распахнул свое сердце, проявил это здесь, и люди могли войти в это, соприкоснуться, понять это. Но уже очень скоро они подумали, не, это что-то непонятное. И просто как бы поклонялись Богу в таком религиозном, обычном благоговейном духе, желанием просто получить какую-то выгоду от этого, да? То есть, Господь, вот эти жертвы, мне надо, так сказать, там вот, чтобы у меня все хорошо было в моем бизнесе, чтобы еще там, в общем, я тебе даю, ты мне тоже давай. То есть, у людей возникают такие, как бы, ну, скорее, деловые отношения, вот. Но Кришна посмотрел на это и сказал, такая преданность меня не удовлетворяет. Да, это хорошо, когда люди обращаются ко мне, даже с таким, какими намерениями, корыстными даже. Но это не совсем то, что мне бы хотелось. Но вот когда мой преданный обладает такой силой любви, что он ко мне относится как к ранному, или даже может относиться ко мне как к младшему, вот представьте, есть такая сила любви, что я, что преданный начинает смотреть на Бога, как на своего сына, начинает заботиться о нем. Это что-то удивительное. Даже сейчас в современном мире многие люди подумают, что это какое-то богохульство. Считать, что кто-то может быть отцом Бога. Занять такую позицию вообще. Это богохульство. Но вот в духовном мире, да, Бог, Он хочет наслаждаться всеми видами отношений. Такие отношения у Него тоже есть. Есть те, кто любят Его такой любовью. И вот Кришна, Он подумал, вот такая любовь меня покоряет, когда кто-то так сильно меня любит, что он может со мной быть как равный, как друг, или как родитель, или как возлюбленный. Но люди не понимают этого. Как же, как же, вот я только показал это, да, то есть пришел, вот явил вот такие игры, раскрыл их, но люди не поняли этого всего. Хорошо, я приду вновь. И буду своим примером, да, то есть показывать, обучать людей этой, ну, этим возвышенным, да, чувством, этой чистой любви. И переполню этот весь мир блаженством просто, счастьем, да, любви. Вот так Он явился, Госпочтание, воплощение любви, по сути дела, да. То есть Он золотого цвета, золото – это цвет любви. Сам Кришна. Да, Сам Кришна, сияющий, то есть переполненный, Сам переживает. Это вот, это просто вот воплощение, да, этих эмоций, высших эмоций любви. Вот. И при рождении, при явлении Господа Читании, Ему дали два имени. Кто-то знает, какие имена? Никонай. Нет, Никонай. Нимай. Нимай, да, Нимай, это мама и женщина. И так далее. Поскольку он родился под деревом Ним, Ним – это такое, считается, священным деревом, оно отгоняет разные, так сказать, нечистые вещи, часто украшают дом Нимом, чтобы защитить его от каких-то там, не знаю, проклятий, там, и призраков, еще чего-то. Все оно такое считается очищающим. Вот. И они подумали, если мы назовем его Нимай, то это имя будет его просто защищать. Нимай, Ним. И он родился под деревом Ним, поэтому Нимай. А астрологи посмотрели по этим, по карте, там тоже показываются, какие хорошо использовать слога в имени, и сказали, по гороскопу его имя должно быть Вишвамбара. Да, Вишвамбара означает защитник всей Вселенной. Вот такое имя, защитник всей Вселенной. И вот однажды Госпочитание, он задумался. Госпочитание подумал, меня назвали Вишвамбара, хранитель Вселенной. Но я смогу оправдать это свое имя, если только смогу наполнить всю Вселенную любовью к Богу. То есть, очень интересно, защитник Вселенной и наполнить ее любовью к Богу, как это вот связано. На самом деле, Вселенную или семью хранит что? Хранит любовь. Если есть любовь, то люди переживут любые стрессы, любые какие-то испытания, если есть любовь между людьми, то даже в серьезных каких-то конфликтах они могут все равно останутся вместе. То есть, это сохраняет связи. Но если любви нет, то чуть-чуть что-то не так, все, иди отсюда. Люди резко рубят все связи. То есть, это разрушительно, если нет любви. Но если я наполню всю Вселенную любовью, вот тогда можно меня будет назвать Бешмамбара, хранить на всей Вселенной. Это чин-чин-чилайла, прабхумала, карадхарма, наводвипи, арамгила, пралодина, карма. Так рассудив, он принял на себя обязанности садовника и разбил сад в наводвипи. Сад любви. То есть, он принял на себя обязанности садовника. Это означает, что он решил взращивать эти родские любви. И, собственно, да, и таким образом потом это все распространить во всей Вселенной. Такой план. И что он делал для этого? Это началось в начале, можно сказать, в доме Шевастакура в наводвипе, приеданной за закрытыми дверьми. Госпочитание начал взращивать в них вот этот экстаз любви с каждым днем. Это все глубже, глубже. Это очень интересно. Может, как-нибудь мы с вами почитаем, как Госпочитание это делал. Мы в прошлый раз тоже обещали почитать. Правда? Да. Да, давно еще до пандемии мы сказали, мы будем почитать. Придется еще раз приехать. Ладно, да. Ну, мы что-то почитали, да. это расскажем. Итак, да, и он, соответственно, то есть он вызывал разных преданных, то есть как он делал это, он вызывал и говорил, Гангадас, ты помнишь, помнишь, как однажды варвары, разбойники напали на вашу деревню, они сжигали дома, грабили, насиловали женщин, ты, чтобы спасти свою семью, ты побежал к реке, там у тебя была лодка, но когда ты прибежал, лодки не было, кто-то увел, лодку украл. И ты просто в отчаянии рухнул, да, на колени, начал плакать и взывать ко мне, моля, чтобы я защитил твою семью. И в этот момент ты вдруг увидел, что плывет лодочник, и ты попросил, лодочник, пожалуйста, перевези нас на другую сторону, да, я тебе заплачу тройную цену и еще сверху дам пожертвования. И лодочник перевез. Так вот, этот лодочник был я. И Гангадас такой, ааааа, никто об этом не знал, да, то есть господь Штани, да, рассказывал такие истории. Так вот он, в общем, касался, да, то есть очень наполнял сердца людей любовью, Киртан, конечно же, каждый, то есть всю ночь. В какой-то момент они днем вначале пели, потом он сказал, дорогие преданные, я думаю, что мы зря тратим свою жизнь, спя по ночам, поэтому предлагаю с завтрашнего дня, круглосуточное воспевание, спеть тоже ночью. Преданные очень обрадовались. Вот, и там начали петь. Вот, и так он, как бы, начал взращивать эту любовь, она начала наполняться, потом она вылилась уже наружу, всю Новодвипу охватила, когда господь Штани вышел с шествием, да, к Дому Чандаказе, то есть было огромное, огромное, миллионы людей принимали участие в этом, и все были переполнены любовью к Богу, а потом еще больше, то есть так он, но началось все оттуда, и Госпочитание решил, взял на себя вот эту, то есть он пришел с этой миссией взрастить эти ростки любви. Итак, Госпочитание принес на землю исполняющий все желания дерева предного сужения и стал растить его. Сначала он посадил семя и начал поливать его водой своих желаний. То есть у Госпочитания было желание распространить эту любовь, и он посадил семя, начал поливать водой свое желание. Комментарий Шила Пропада пишет, что предное служение часто сравнивается с лианой. Семя лианы предного служения Бахтилату необходимо посадить в своем сердце. Регулярно слушая рассказы о Господе и прославляя его, человек таким образом дает этому семени прорасти, то есть поливает его. Постепенно и постепенно превратиться во взрослое растение и в конце концов принести плод предного служения любого к Богу, вкусом которого садовник, то есть Госпочитание, сможет беспрепятственно наслаждаться. И дальше говорится о том, что же это за семя. Слава Шри Мадхавендра Пури, сокровищнице предного служения Кришне, он, исполняющий желание дерева предного служения, и он же первый росток этого дерева. То есть, Мадхавендра Пури явился задолго достаточно до явления Господа Читани. Он явился в Мадхавасампродае и отличие его было тем, что все другие какие-то ващнавы, учителя в этой цепи, они поклонялись Господу в таком настроении благоговейного, почтительного отношения. Но Мадхавендра Пури он был переполнен спонтанной просто любовью, такой силой, что он даже не замечал день сейчас или ночь, поел он, там не поел, то есть, он вообще не думал об этом, то есть, он никогда не просил еды, он думал, ну, если кто-то поднесет, поем, не поднесет, значит, Кришна хочет, чтобы я постился и вообще не волновался об этом. Вот он, он был полностью поглощен любовью к Кришне и служением ему, прославлением его деяний, то есть, он путешествовал везде, у него было множество учеников тоже. И вот он был этим семенем, которое Господь Читания отправил из духовного мира, то есть, это не необусловленная душа, он был отправлен из духовного мира. Кави Карнапур, ващнавский поэт, который описал, кто из спутников Господа Читания, кем является там, в духовном мире, в играх Кришны. Про Мадхавендар Пури он говорит, что Мадхавендар Пури является Калпаврикшей, то есть, деревом желаний в духовном мире. Очень интересно, да, то есть, дерево желаний, здесь дерево, расток дерево, росточек туда, раз. Что такое дерево желаний в духовном мире? Это предан. Здесь в материальном мире мы видим, что деревья, они имеют сознание. То есть, например, дерево растет и там какой-то, не знаю, бордюр какой-то, то есть, оно не утыкается бордюром, оно начинает его обходить. То есть, у нее есть какая-то сознательность, то есть, оно как-то что-то чувствует, оно может реагировать. Растение очень реагирует на любовь. Не знаю, кто-то любит, если выращивать эти самые цветы дома, то обычно такие люди говорят, цветы живые, с ними если хорошо поговорить, вот любовь, они расцветают сразу. Я об этом говорю, потому что у меня мама такая была, она все время весь дом, весь цветах был. Вот. так, сейчас потерял немножко мысль. Да, и Мадхавендар Пудай, что такое древо желаний? Древо желаний в духовном мире это преданный полном сознании Кришны. То есть, деревом там может даже поговорить и пообсудить философию. Даже здесь, в материальном мире описывается, что в Абринтауне до сих пор растет дерево, с которым Вишманача Кваратита Кура, один из наших Ачарьев, обсуждал философию сознания Кришны. То есть, он однажды повесил на это дерево гамчу свою после обмавления и услышал голос «А что ты на меня вешаешь?» Не понял вообще я вернулся, никого нет, дерево только. Потом понял, что это дерево и начал с ним это самым разговаривать. В общем, это какой-то мудрец в виде дерева. Там же на берегу рядом росли пять деревьев, это были пять пандалов, которые во Вриндаване в форме деревьев совершали свою баджину. Дерево очень хорошее тело для такой, для медитации. У тебя нету ног просто куда-то бежать, все время на месте. Нету этой суеты. Просто стоишь, медитируешь. Поэтому некоторые мудрецы во Вриндаване воплощаются как деревья. Поэтому там нужно быть очень осторожным. И в духовном мире деревья они такие, то есть, они более сознающие, чем в материальном мире. Они также сознающиеся, они знают философию. И вот это дерево желаний, то есть, под деревьями желаний Кришна и Радха встречаются. То есть, они, деревья создают такую крону, как беседка. И Божественная Четаратка и Кришна встречаются. И дерево наполняется этим экстазом любви Радхи Кришны. И вот так, одно из таких деревьев Кришна подумал, так, надо его отправить. Когда он все понял и отправил его сюда, в материальный мир. Это был Матхаведра Пури. И про Матхаведра Пури описывается, что он перед своим уходом произносил один стих, который просто появился на его устах. И в Читании Четаврите говорится, что понять этот стих могли только трое человек. Это Шимати Радхарани, Сам Госпочитание и Матхаведра Пури. Потому что это слова произнесенные самой Матхаведра Пури. Представьте себе, какой доступ имеет Матхаведра Пури, то есть такую сокровенную сферу. И, собственно, слова из этого стиха, то есть Шила Пропада пишет об этом в комментарии, я сейчас прочитаю, являются этим семенем, которое, собственно, выражает вот эту духовную балу, что ли, духовное настроение, которое передается по цепи ученической прелести Господа Читания. Это как некий сок, который течет по этому дереву. Сознает это предное или не сознает, но это вот то, что Господь Читания принес. Шила Пропада пишет, что Шиматхаведра Пури написал стих, начинающийся со слов Айдина Даярдра Надха О всемилостивый Господь, Верховная Личность. Эти слова произносит Шимати Радхарани в настроении разлуки, очень сильной вот этой любви, в разлуке. И Шила Пропада пишет, в этом стихе заключено семя любви к Богу, которое взрастил Читами Махаправу. Так что, да, есть о чем подумать. В Читании Читамрике дважды этот стих упоминается. В начале, там и в конце Читании Читамрике. Вот. Итак, Господь Читания послал, да, то есть он посадил, принес, послал Матхендрапури, который в своем сердце нес вот это вот семя этой любви из духовного мира. Это не отсюда. Здесь в этом мире нет такой любви. Поэтому Матхендрапури, когда люди его видели, они просто поражались. Что за человек такой? Он переполнен просто вот таким экстазом любви, что он мог часами просто танцевать от счастья, видя Кришну. Петь, да, то есть мог ничего не есть. Ему Кришна являлся много раз, да, то есть это вот все эти истории в Читании Читамрике описаны. Очень необычный, преданный. И у него был ученик, которого звали Ишварипури. Дальше об этом говорится. То есть следующим, как бы, первым, как бы, вот веточкой, которая наиболее важной. Из Матхэндрапури много изошло преданных, но вот наиболее важным отмечают Ишварапури. Следующим побегом, говорится, здесь этого дерева был Ишварапури. Ишварапури был его учеником, таким приближенным и очень преданным. Он заботился о Матхэндрапури в момент даже его ухода, и буквально Матхэндрапури был уже немощным, и он полностью мыл его тело, то есть очищал его, в общем, все вот это вот, ухаживал за ним. И при этом поддерживал его дух также, его настроение. И Матхэндрапури был так благодарен, и он вложил просто в Ишварапури все свои благословения. Ишварапури стал дальше духовным учителем кого? Чайтани Махапури. Чайтани Махапури. Поэтому следующим, после этого сам садовник Чайтани Махапури стал стволом, этого дерева. Представляете, да, себе, такие росточки? Это преданно. Разные росточки, разные веточки, это преданно. Но Господь Чайтани сам ствол этого дерева. вот он появился. С помощью своих непостижимых энергий Господь стал одновременно и садовником. То есть, садовник что делает? Он это дерево заботится, поливает его, то есть, как-то оберегает, в общем, взращивает. То есть, Господь Чайтания, то есть, другими словами, это движение сознания Кришны взращивается благодаря Господу Чайтанию. То есть, он лично заботится об этом движении. Это очень важно понимать. по этой причине каким-то образом это движение все равно сохраняется, даже несмотря на все какие-то наши несовершенства. То есть, по идее, оно должно уже давно как-то там затухнуть, еще что-то. Оно раз и опять оживает, опять развивается. То есть, я это уже на протяжении многих лет вижу и все время удивляюсь. Как-то растет, развивается все равно. почитать. Дерево растет. А? Дерево растет. Дерево растет все равно, да. Дерево растет, разрастается. Вот если мы будем как бы видеть вот это, замечать именно это, да, внешне может там что-то приходить, уходить, это все как бы это внешняя вещь, но если есть вот эта вот суть, то есть, если есть эти связи, по которым течет эта любовь, передается, то это движение будет развиваться вне зависимости. То есть, нет никаких материальных причин, которые может остановить это движение. Тем более, считают, что садовник его сам Господь читает. Он же стал стволом этого дерева, он же стал ветвями того дерева. Вот это вообще очень интересно. Ветви это другие преданные. То есть, фактически, тот преданный, который присоединяется к этому дереву, Господь читает, входит в его жизнь и начинает действовать через этого преданного. Я не знаю, наверняка у вас есть опыт, во-первых, и сами вы, то есть, может быть, чувствовали, как будто бы, то есть, вы где-то рассказываете человеку, вдруг чувствуете, как будто бы не вы говорите, что-то такое, вот раз, раз, через вас идет, человек вдохновляется, становится преданным, и вы сами удивляетесь, как вы могли такое сказать. Это читание Махабрагула. Господь читает и через вас действует. Даже через начинающих, совсем преданных, которые вот только-только, но они уже сердцем, знаете, вот как присоединились, то есть, они приняли, как-то связь появилась, у них загорелось сердце, тоже они получили, как вот этот вот росточек любви. Удивительно просто, эти люди начинают приводить новых людей, и те люди становятся преданными. Так удивительно. Это господи читание действует. Вот, потому что он одновременно и садовник, и ствол, и также ветви этого дерева. Поэтому мы должны быть тоже осторожны. Мы должны видеть, так, этот предный нон, веточка дерева господи читали. То есть, я должен быть осторожен, если я, да, неправильно буду как-то к этому преду относиться, то это мое отношение к господи читании, по сути дела. Дальше описывается несколько великих преданных, которые пришли и тоже присоединились к господу читании. Первый из них упоминается Парамананда Пури. Парамананда Пури, это воплощение Удхавы в играх господа читаний. Он был более старшим, чем господи читаний. Он тоже ученик, насколько я помню, Матхавендар Пури. Да, он был ученик Матхавендар Пури, духовный брат, по сути дела, учителя господа читаний. И господи читания его, да, попросил прийти в Пури. Он все время был с господи читаний там, Джагананда Пури. Кешава Барати, он был саньяса гуру, господа читаний, тоже необычная душа. Получил от него любовь к Богу вначале. Сначала господи читаний ему шепнул Новухамандру, потом он дал. В общем, там была, да, эта игра. Брамананда Пури, Брамананда Барати, Шри Вишну Пури, Кешава Пури, Кешананда Пури, Шри Ндрисимха Тирдха и Сукхананда Пури. Эти девять саньяси из ствола появились такие как боковые корни, которые и укрепили очень это дерево. То есть, из дерева стало стоять очень твердо. То есть, так это описывается. Эти девять саньяси произросли из него и эти девять корней стали надежной опорой всего дерева. Почему для нас это важно? Это наши корни. Это то, с чем мы связаны. Мы получаем благословение всех этих преданных. Мы в Чаханадхапури обычно с преданными приходим на место, где был такой как Ашрам Парманадапури. Он жил в этом месте. И в этом месте он однажды у него были ученики тоже, которые с ним вместе жили. Какая-то хижина просто была там у них. И они решили выкопать колодец там. И они долго копали, глубокий колодец, там, наверное метров не знаю, 15-20 глубиной. Достаточно непростая работа была. Выкопали, вода появилась. Но вода, о боже мой, такая была соленая, что ей только может быть дорожки брызгаешь от пыли, чтобы пыль не поднималась. Больше как бы никакого... даже омываться ей было очень неприятно. И господь Итаня однажды пришел туда, увидел колодец, сказал, о, вы выкопали колодец, ну как водичка вкопаться? Вот на что Парманадапури сказал, она не годится даже для того, чтобы, не знаю, там, только, может быть, дорожки прыгать. И господь Итаня повернулся к храму Джаганадхи и закричал, Джаганадх, ты жадина! Почему ты такой жадный? Неужели ты не можешь своему великому преданному Парманадапури дать чистой воды? Пожалуйста, сделай так, чтобы ганга вошла в его колодец. Он произнес эти слова и ушел. И на следующий день преданные кинули ведро в колодец, чтобы побрызгать на аэродорожки и вытаскивают и удивляются. Вода какая-то чистая. Попробовали на вкус, она сладкая, чистая. И новость об этом быстро распространилась. И господь Итаня пришел туда. И там был очень экстатичный киртан. Преданные пели, танцевали вокруг этого колодца. Брызгали этой водой. И потом господь Итаня объявил, что любой, кто выпьет этой воды, омоется в ней, побрызгает, обретет любовь к Кришне. Потому что это любовь самого Джаганасхи. То есть он дал эту воду Ганге, она вошла в этот колодец. Поэтому она смешана с его любовью. Любой, которая это сделает. Мы там, конечно, обычно, да. И в пыли там, поскольку там и пыль пронизана этой любовью, там преданные пели, танцевали. И в святом имени омывались, и водой тоже всех поливали. Это вот место Праманадапуре, где он жил. Так он, можно видеть, как дорог он был господь и учитанин, то есть господь и учитанин. Вот такие игры с ним проявлял. Вот. И он считается главным из этих девяти саньяси. Но все они очень могущественные личности. Они как бы в основе нашего движения тоже. Так, опираясь на центральный корень благоразумного непреклонного Параманадапури и другие восемь корней и выросших восемь сторон света, дерево господочитания стояло очень прочно. Из ствола того дерева выросло много ветвей, а из них без счета новых. Каждая большая ветвь дерево читаний пустила по двадцать отростков. Вместе они заполнили всю вселенную. Что это означает? Каждый какой-то преданный, у него было по крайней мере двадцать каких-то таких важных особых учеников, которые дальше, из них произошло дальше дерево. Ишила Прапада пишет в комментарии очень важные для нас слова, что наше международное общество сознания Кришны является одной из ветвей на дереве господочитания. Международное общество сознания Кришны одна из ветвей. очень большая ветвь, на ней не двадцать, а миллионы уже людей дали свои ростки. Сам Шила Прапада у него несколько тысяч было учеников и, конечно, наверное, несколько сот, можно сказать, наиболее выдающихся, но даже другие какие-то ученики, очень много удивительных учеников Шила Прапады. Например, я недавно рассказывал преданным, где это было, в Грузии, да, по-моему, к преданным подходили, и я рассказал им пример этот, по-моему, там, да. В общем, была, Мата же ее звали Нандине, что ли, в общем, она ученица Шила Прапады. Так получилось, что она вышла замуж за мусульманина, вот, у них была очень счастливая семья, как пример такой духовного союза, у них было 11 детей, все дети стали преданными, все дети преданными, очень любят своих родителей, они, в общем, она возглавила по наставлению Шила Прапады, то есть, она заботилась о здоровых семьях в ИСКО, развивала эту программу, вот, и они с мужем давали семинары и в вайшнанском сообществе, и в мусульманском тоже сообществе, такой интересный пример. Ну, сейчас она оставила тело, в прошлом году, или позапрошлом оставила тело, поразительно просто, ее слушаешь, у нее столько было, и удивительно, то есть, когда она покинула тело, я нахожусь, ну, в общем, я тоже получаю рассылку, в общем, это рассылка, где находятся члены GBC, все, гуру, санья, сискон, ну, в общем, такие основные лидеры гуру, сискон, и, я, там разные преданные, когда уходят, преданные пишут о них что-то там, один, два, три, четыре, пять преданных пишут, но когда вот это вот, я забыл, Лилу Мандини или звали, как-то так, в общем, она ушла, я не знаю, десятки просто этих писем было, как никто другой, был так поразительный, сколько же сердец тронула, да, эта женщина, сколько она сделала, очевидно, что это очень тоже важная была ветвь на дереве в Господа Читане, столько людей она напитала, заботилась, так много удивительных учеников есть, Шилы Павпады, есть ученики учеников, которые тоже сейчас растят деревья, дерево преданности, Гасай Махараш скоро сюда приедет, да, слышали о том, так что, вот, да, то есть тоже удивительная ващна, вот, итак, на каждой ветве выросло много сотен веточек, никто не в силах сосчитать их все, я постараюсь назвать главной из тех бесчисленных ветвей, послушайте же, описание дерева Господа Читане, в верхней части этого дерева ствол разделился на двое, одна большая ветвь носит имя Шри Адвайта Прабу, а другая Шри Нитянанда, Адвайта и Нитянанда особо выделяются, поскольку они тоже являются воплощением Господа, частичным, да, или полное воплощение и часть полной части, то есть так, точнее сказать, Нитянанда – это полная экспансия Господа Читане, Адвайта Адвайта Ачария это часть Нитянанда. И, соответственно, от них они являются самыми большими ветвями на этом дереве, поэтому говорится, что два ствола. Конечно, там есть еще Шри Вастакур, Гададхар, все они дали какие-то тоже ростки, однозначно, но вот особо выделяются они. Из этих двух больших ветвей выросло много других ветвей и побегов, которые покрыли весь мир. Эти ветви и веточки столь разрослись, что никто не может сосчитать их или описать. Так ученики, ученики учеников и их последователи рассеялись по всему миру и нет никакой возможности перечислить их всех. Очень интересно, то есть Кришна. Вринамдастакур пишет это тогда, когда движение сознания Кришны было только на территории Индии. Оно еще не распространилось по всему миру, еще не было этого. Но он здесь пишет, что эти ученики учеников уже распространились по всему миру, то есть он фактически предсказывает будущее. Конечно, уже тогда какие-то может быть души они рождались в других местах, планетах, движение все равно распространяется. Шила Прабхата даже говорил, что некоторые из моих учеников родятся на райских планетах, и может какие-то привязанности с одной стороны, а с другой стороны они туда придут и подумают, что тут делать, надо проповедовать. Будут проповедовать. Полубоги на самом деле участвовали в читании Бхагавати, очень много описаний есть, как они участвовали в Игорах в господочитании. Так что сама Дурга-Деви, богиня Дурга, у кого она получила посвящение, знаете? У Харида Астакуры. Она инициирована преданная в движении сознания Кришны. Так что она очень помогает преданным на преданном служении, устраивая им иногда трепку некоторую, помогает им вспомнить о Кришне. Что вы говорите? Каким образом это случилось с Дурга? Это случилось так, что однажды Дурга, она приняла облик такой вооружительной девушки. Она пришла к Харида Астакуру. Она слышала, что Харида Астакур великий Намачаря, то есть он настоящий носитель святого имени, она хотела получить, но она решила проверить его сначала. И она начала как бы использовать проверить он привлечется ее телом или он будет трансцендентен. И она начала что-то такое делать, чтобы привлечь его. Харида Астакур был трансцендентен полностью. И тогда она предалась ему, она сказала на самом деле я Дурга и я проверила тебя. Настоящий ты гуру или нет. Теперь я вижу, что ты настоящий гуру, поэтому пожалуйста дай мне святое имя. Я хочу тоже получить милость Господа Читани. Вот так она получила посвящение, она инициирована преданная Харе Кришна. Вот такое это движение. Я думаю, что и полубоги различные тоже наверняка посвящены. Точно Ямарадж пел Харе Кришна во всю горло, когда Джигай Мадхая спасали. Он такой эксад пришел, что потерял сознание вообще. А все полубоги, все 33 миллиона полубогов участвовали в Киртане Пановадвипи вместе с женами. То есть это все описывается в читании Бхагови. Так, подобно тому, как большая смоковница плодоносит всеми своими частями, каждая часть дерева премного служения приносит плоды. Знаете, что такое смоковница? Это инжир. Кто-то видел, как растет инжир? Мне преданные прислали фотографию, где-то у меня она даже есть. То есть инжировые плоды вырастают из тонких веточек, из толких веточек, и даже из ствола. Прямо плод вырастает. Видели, да? Здесь уже растет инжир, да, по-моему. Вот точно так же дерево предного служения, оно плодоносит всеми частями своими. из больших веточек отовсюду эти плоды просто лезут со всех сторон. В этом особенность. Шила Пропада пишет, что дерево премного служения не принадлежит к материальному миру. Оно растет в духовном мире, где нет различий между разными частями тела. Это дерево как будто целиком состоит из сахара. Каждый кусочек его сладок. Тоже очень важная вещь. Даже начинающий предный он очень сладкий. То есть если он включен, то есть он находится в хорошем общении, он становится очень привлекательный, очень сладкий. С ним нехтарно общаться, поговорить о Кришне, попеть вместе можно. Дерево Бхакти сплошь покрыто ветвями, листьями, плодами, но все они предназначены для служения Верховной Личности Бога. Итак, поскольку стволом того дерева, был сам Шикришна читание Махаправу. Все плоды, которые вырастали на его больших и малых ветвях, вкусом превосходили нектар. Очень важный момент, что поскольку сам читание Махаправу является и стволом, и ветвями этого дерева, то плоды, а плоды это что такое? Они заключены в Харе Кришне Махамандре. То есть в этих плодах, которые даже от начинающего преданного он может давать кому-то Махамантру, эта Махамантра начинает действовать и очищать и пробуждать другого человека. Почему? Потому что сам читание Махаправу заботится об этих плодах. Это дает нам надежду. Значит мы можем проповедовать, мы можем петь, можем давать людям святое имя, но нужно при этом понимать, что если я это делаю, думаю, что это я делаю, то тогда мы как бы отделяем себя от дерева Господа Читания. Если мы понимаем, что это Господа Читания делает, я просто проводник его милости. Он мне сказал идти и каждому говорить о Кришне. Вот я иду и говорю и пытаюсь дать людям святое имя. И когда преданное таком настроении, то Господа Читания будет действовать через преданное и люди будут слышать святое имя и у них будут такие эмоции, что даже вы будете удивляться, вы сами такие не чувствуете, а люди плачут от святое имя. Я думаю, уже какой-то опыт у вас есть, наверное. Я помню, мы однажды пели Киртон на одном фестивале, был просветительский фестиваль, где-то 1200 человек было на этом фестивале, новых людей совершенно, разных конфессий. Мы в течение недели помогли этим людям подняться над вот этими какими-то межрелигиозными предрассудками и увидеть, что на самом деле Господь один и мы все как бы члены одной большой духовной семьи. Там даже у нас были такие как мастер-классы, как тренинги такие, когда люди разной конфессии приходили со своими четками и сидели в одной комнате и повторяли кто как бы там имя на Аллаха, кто имя на Кришны, кто Иисусову молитву, в общем, и все в экстазии, и чувствовали себя большой семьей. И под конец мы просто как заделали Киртан. Это каждый раз у нас на таких фестивалях. В общем, люди скачили в какой-то момент в Киртане, то есть взяли за руки и начали просто вот в таком восторге, прям со слезами, то есть так пили. Вот, и потом они целый час не могли разойтись. Это был особый такой фестиваль. Я в Ялте это было, я помню, как сейчас. И мы попросили людей поделиться, что они испытывали. У меня даже записи где-то есть этих высказываний. Одна женщина говорит, я не знаю, что такое было, но из моего сердца выбраны две фигуры. Один был Кришна, а другая была, наверное, Рама. Ну, она, не знаю, Рама, наверное. И они начали танцевать, и это было так прекрасно. И мы такие сидим и думаем, Кришна, мы тут уже столько лет поем, там еще что-то. Вообще ничего такого не чувствуем. А у них первый раз, представьте, кто это делает, это господситание. И когда мы участвуем вот в таких, каких-то, ну, знаете, мы можем мантра-йогу делать, у вас, у вас на самом деле прекрасно просто преданные поют. Вам нужно обязательно делать для людей какие-то программы, чтобы люди участвовали в этом. Вы увидите столько чудес, вы будете поражаться, то есть, как люди, как их будут охватывать, они будут плакать, такие эмоции будут проявлять, и будут думать, у него баб, что ли, вообще, у этого человека. Я никогда таких эмоций не чувствовала. То есть, этот человек плачет от этого. Столько, столько удивительных историй. Мне сразу приходит на ум одна история, я, по-моему, рассказывал ее уже здесь. Это было несколько лет назад во Флоренции, в Италии. Преды пели Киртон прямо перед католическим храмом на площади, одна из центральных площадей города. И туда привозят тоже какие-то туристические группы, туроператоры, перевозят какие-то группы. И приезжала группа, одна человек 60, наверное. И преданные их вовлекли в воспевание, они начали бегать, спреданные, танцевать, в хороводы водить, такой экстаз. в этот момент открываются двери этого храма и выходит свадебная церемония. Муж с женой выходят, только обмечались, выходит, и представьте себе, что они, открываются двери, а тут такой праздник прям, все пляшут, хороводы, радуются. И невесту просто, знаете, у нее сердце так на распашку. И в этот момент святое имя так туда вошло. То есть, она очень обрадовалась этому, и святое имя сразу же благословило, и что у нее, у нее просто из глаз хлынули слезы, вся тушь у нее там все потекло, и она три часа проходила с Харинамой, не могла остановиться, жених тоже за ней бегал, с Харинамой, три часа, три часа ходили с Харинамой по городу, не могла остановиться, рыдает, в общем, вот это все. Это святое имя, да, то есть так, удивительно, это движение Господа Читания, Господа Читания раздает эти плоды любви через преданных, через своих, мы можем в этом участвовать и получать тоже благословение Господа, быть частью как бы вот этого. Я помню, когда вот это была, о которой рассказывал этот фестиваль с людьми, там вначале мы как делали, то есть мы играем, то есть у нас ситара, в общем, такие инструменты, гитара, в общем, такие персональные плейта, скрипка, в общем, профессиональные, мы играем какую-то рагу, вот, и преданные настраивали людей на вот это воспевание, объясняли смысл, мхамантры, ну, всего, какую-то притчу рассказывали. Я помню, когда подошло уже к пению, такая атмосфера была, что мне кому горло подкатило, то есть я не мог начать петь, как-то выдавил себя, да, начал петь, пошло, 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 и потом вот это вот с людьми это все произошло, потом, когда они проявляли эти эмоции, это просто, мы сидели и думали, господи, когда же я буду испытывать такие эмоции, но это господи читание, они проводят свои игры, мы можем быть частью этого, если мы соединены с деревом, если мы действуем в этом настроении, вот, а об этом настроении сейчас будет господи читание говорить, что нужно для этого. Итак, плоды созревали, становились сладкими и нектарными, а садовник Шичитани Мапрабу раздавал их, не требуя никакой плоды, бесплатно, Махамандрами. Все богатства во всех трех мирах не стоят одного такого нектарного плода с дерева предного слушания. Это очень важно для нас понять, какие бы богатства мы не получили в этой вселенной, это не сравнится никогда с тем богатством святого имени, с святое имя, которое мы получаем здесь в этом движении, ничто не сравнится с этим, это самое драгоценное, это сам Кришна. Не делая различий между теми, кто просит и кто нет, кто достойный, кто недостоин, читание Махапрабу раздавал всем и каждому плоды бедного служения. Вот такое настроение. Не делая различий, кто достойный, недостойный, всем. Шила Прапада пишет, что такова суть движения сознания Кришны, суть движения Санкиртана и Господа читания. Нет достойных и недостойных принимать в нем участие, поэтому его следует проповедовать, не делая различий между людьми. Единственная цель проповедников движения Санкиртаны это идти и проповедовать без всяких ограничений. Именно в таком видише читание Махапрабу принес это движение и подарил его миру. Такого отношения на отношения Господа читания. То есть это означает, что премии не должны быть таким материалистами смотреть так. Этот что-то мне не очень нравится, не буду ему давать, он недостоин. А вот этот ничего, вроде бы так, симпатичненький, ладно, дам ему святое имя, да? Нет, это не настроение премиума. Господь читания хочет всем, всем живым существам дать. И не только людям, но и растениям, животным, все получают милости. Оп, так, извините, мне тут соскочило. Трансцендентный садовник сочетанием Махапрабу раздавал эти плоды пригоршню за пригоршней во все стороны. И когда бедные, голодные люди вкушали эти плоды, садовник учился от счастья. Это особо можно видеть, читать, как Господь читания это делал в читании Читабрите, когда он шел по Южной Индии. Миллионы людей просто достигались, чтобы увидеть читания Махапрабу, и всех он воодушевлял петь святое имя, это святое имя входило в их сердца, и они просто были переполнены в блаженстве, опьяненные, шли в своей деревне, и там зажигали всю деревню, точно так же, так это как цунами распространялось. И когда Господь читания видел, как все поют, как все счастливы, он влучился от счастья, он просто радовался. Таково настроение Господа в этом воплощении читания Махапрабу. Господь читания обратился ко всем ветвям и веточкам дерева премного служения с такими словами. Веточки премного служения, слушайте, что Господь читания сейчас, что он хочет нам сказать. Поскольку Господь читания сказал, поскольку дерево премного служения трансцендентно, каждая его часть может играть роль любой другой. И хотя обычные деревья стоят на месте, это дерево может двигаться. Да, сел на самолет и уже в другой стране. И там уже, то есть там можно перейти. Сел на самолет опять в другой стране. Комментарии. Мы привыкли, что в материальном мире деревья стоят на одном месте, но в духовном мире дерево может перемещаться с места на место. Поэтому все в духовном мире именуется Аллаутика, то есть необычным или трансцендентным. То есть Аллаутика означает не подвержено какой-то материальной логике, совершенно другое что-то. Другой трансцендентной особенностью такого дерева является универсальность всех его частей. В материальном мире только корни дерева питают его, уходя глубоко в землю, но в духовном мире даже ветви, побеги и листья, кроны могут играть роль корней. Очень важный момент. То есть надо куда-то ехать прихожу куда-то на махату преданные вдохновленные поют. Я так раз так уже так потом начали вопросы задавать я ухожу туда меня распирает. Пришел вроде к младшим преданным но я вдохновился. Они собирали в каком-то смысле роль питающей меня. Это универсальность этого дерева. То есть мы можем вдохновляться от всех частей этого дерева. не то что мы должны идти только из одного источника когда же приедет мой гуру тогда я вдохновлюсь. Нет прийти можно на воскресную программу и так вдохновиться что просто распирать будет со всеми преданным. Потому что все части этого дерева универсальны. Они могут играть роль корней. То есть питать. Все части этого дерева обладают духовным сознанием при этом. Духовное сознание все преданные размышляют осмысливают помнят о Кришне да то есть это все духовная осознанность могут поделиться реализациями какими-то и поэтому по мере своего роста они распространяются на весь мир то есть они проповедуют они делятся и так иначе это дерево развивается на весь мир так Господь Читания говорит я здесь единственный садовник сколько же мест я смогу обойти сколько плодов смогу собрать и раздать в комментариях Шилапурпада отмечает что здесь читание Махаправу указывает на то что распространять Махамандру Харе Кришна нужно совместными усилиями многих людей хотя Он Сам Господь Верховная Личность Он сокрушается как я могу действовать в одиночку как я один могу собрать эти плоды и раздать их повсюду это указывает на то что преданные всех уровней должны общими усилиями распространять Махамандру Харе Кришна независимо от места движения и обстоятельств еще одна особенность этого движения что нужно чтобы пропад говорил надо сотрудничать вместе стараться расширять это движение дальше Господь читание продолжает мне одному будет трудно собрать и раздать плоды и при этом я подозреваю что кто-то их получит а кто-то нет кто-то может так начать проскользнуть кого-то я могу не застать но если будет много раздающих то наверняка мы поймаем до всех все получат плоды любви поэтому я приказываю каждому человеку во вселенной представьте приказ каждому человеку во вселенной присоединиться к движению сознания Кришны и проповедовать его повсюду есть удивительный комментарий Шилы и пропады он цитирует песню Бахнина Такура слова из песни в котором говорится что движение Санкиртаны было основано Господом Читании только для того чтобы развеять иллюзию Майи которая заставляет всех в этом мире считать себя порождением материи и обременять себя многочисленными обязанностями связанными с этим телом но живое существо не тело а вечная душа оно имеет духовную потребность в вечном блаженстве и полном знании но к сожалению отождествляет себя с телом иногда оно отождествляет себя с телом человека а иногда с телом животного дерева рыбы полубога поэтому с каждой сменой тела живое существо развивает определенный тип сознания и вовлекается в определенную роду деятельность то есть это постоянно повышена так оно все больше и больше запутывается в сетях материального существования переселяясь из тела в тело чтобы развеять эту иллюзию Шичитани Махапрабху принес с собой движение санкиртана пробудить души и он призывает каждого принять и расширять его движение и дальше Шива Прапада говорит очень удивительные слова послушайте настоящий последователь Шилы Бхактиноптакура должен незамедлительно последовать призыву Господа Читани Махапрабху распростершись у его лотосных стоп и молить Шичитани Махапрабху даровать ему Махамантру Хришна кто-то делает так когда вы кланитесь Господу Читани здесь нет что вы просите у него надо просить Махамантру видите Шилы Прапада говорит в этом секрет это самое главное богатство о Господь даруй Махамантру чтобы я мог заслужить тебе распространять все эти имена и смотрите что дальше пишет Шилы Прапада если человек настолько удачлив что молит Господа не спаслать ему Махамантру Харе Кришна его жизнь увенчается успехом простая очень формула секрет Шилы Прапада делится это его опыт он здесь не просто теорию какую-то говорит я всего лишь садовник продолжил господчитание если я не раздам эти плоды то что мне с ними делать сколько плодов я смогу съесть в одиночку по трансценентной воле верховной личности Бога дерево это обильно поливали и на нем выросли бесчисленные плоды любви к Богу распространяйте же это движение сознания Кришны по всему миру пусть люди вкушают эти плоды и освободятся наконец от старости и смерти ну и Шила Прапада пишет опять замечательный вообще здесь комментарии я что-то пропускаю но очень удивительный он пишет что движение сознания Кришны основанное господном читании чрезвычайно важно поскольку тот кто присоединяется к нему обретает вечность освобождаясь от рождения смерти и старости люди не понимают что настоящей причиной всех их несчастья являются четыре фактора это рождение смерти старости они настолько глупы что примеряются с этими четырьмя видами страданий не ведая о духовном средстве избавления от них Махамантри Харе Кришна просто повторяя Махамантру Харе Кришна можно освободиться от всех страданий но поскольку люди очарованы энергией иллюзии они не принимают это движение всерьез поэтому истинные слуги Шичитани Махапрабу должны со всей решимостью распространять его движение по всему миру и тем самым даровать человечеству величайшее благо разумеется животные представители других низших форм жизни не смогут понять это движение но если даже небольшая часть людей примет его всерьез то тогда благодаря их громкому пению все живые существа включая деревья животные и прочие низшие виды жизни получат благо у нас есть один премьерный который является таким как терапевтом регрессотерапии занимается и одна преданная проходила у него такую терапию и она вспомнила что в прошлой жизни она была собакой и она бежала вдоль забора и там была дырка в заборе и она заглянула в эту дырку и увидела на лужайке сидит Шилапропада в окружении учеников и в этот момент да и она в общем посмотрела на эту картину начала смотреть вот через эту дырку в заборе и Шилапропада повернулся на нее и посмотрел ей так глубоко в глаза что она взвизнула аж и побежала дальше и в этой жизни она преданная такие удивительные как бы случаи есть такую да она вспомнила такую свою так сказать историю вот есть много удивительных вещей Шилапропада сам говорил преданные спрашивали Шилапропада вот мы предлагаем цветы божества а что будет с этими цветами в следующей жизни Шилапропада сказал они родятся преданными в цели человека да станут людьми ребол приносите больше цветов преданных алтарь Шилапропада даже говорилось человек есть просад да то есть он уже как бы не ну как бы не это защитит его от ада да то есть человек получит возможность ну как продолжить свою жизнь шанс получит еще естественно там животные то есть есть много удивительных случаев когда животные привязывались к просаду и потом становились любили так преданных садились читать джаппу она где-то тоже там бегала потом было приветствие божеств собака опять смотрела на божества потом была лекция по багаватам она сидела где-то там ночью что-то рядом тоже в этой атмосфере потом предные давали просад она ела убегала куда-то потом прибегала на обед ей тоже давали просад убегала дальше потом на вечернюю службу и это было много лет она была лучшей садокой в этой общине все остальные предные иногда ходили иногда нет знаете как всегда собака каждый день когда она оставила тело преданные ее со всеми почестами проводили то есть скремировали в общем там они ей устроили проводы как ващна один предный написал книгу на английском языке она есть про животных в сознании Кришны там много удивительных историй там например одна корова она так приходила тоже к предным все время и потом предный переехал храм в другую часть города и корова как бы ну потерялась и через какого же было удивление предных когда где-то через неделю эта корова пришла к ним худая такая знаете вот и вы к стали да то есть да они мне очень предные начали ее кормить опять и так вот она масса масса есть очень удивительных случаев когда животные вот так пробуждались в духовной жизни благодаря соприкосованию с просадом с преданными со святым именем конечно свечи жизни они они уже родятся в теле человека продолжат наверное свою уже более осознанную практику как удивительно это движение сколько она спасает живых существ если мы вот находимся в этом настроении то есть связаны то есть мы будем это начинать замечать даже замечать как в растениях происходят изменения да то есть вот все это то есть преданного Кришна даст ему такое вот как видение что ли что это движение оно работает да то есть это движение расширяется развивается сам читание Махапрабу заботится об этом и так Господа читания продолжает если раздавать если раздать эти плоды по всему миру то слава обо мне как о добродетельном человеке разнесется повсюду и люди радостно станут славить мое имя и Шила Пропада конечно же подчеркивает что предсказание Господа читания уже начало сбываться движение сознания Кришны распространилось по всему миру благодаря пении и повторению святого имени Господа Махамантры Харе Кришна и люди которые до этого вели бесценную и беспорядочную жизнь сейчас ощущают духовное счастье они находятся они находят умиротворение в Санкиртане потому ценят это высшее благо которое несет это движение таково благословение Господа читания его пророчество сбывается на наших глазах и все разумные и сознательные люди начинают понимать важность этого великого движения дальше Господа читания произносит знаменитый стих обращаясь к людям Бараты Варши он говорит тот кто родился на земле Индии на Бараты Варше должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всех всех людей всех людей то есть люди которые родились на Барате Варше они с детства прям да связаны с Кришной им легче своими поступками мыслями и словами разумный человек должен совершать то что принесет благо всем живым существам в их нынешней грядущей жизни я всего лишь садовник нет у меня ни царства ни богатства все что у меня есть это плоды цветы которые я хочу использовать в благочестивых целях Шила Пропада отмечает в связи с этим что действуя на благо действуя на благо человеческого общества Ши Читани Мабарбу говорит о себе как о бедняке тем самым указывая что тому кто хочет заботиться о благе людей нет необходимости быть богатым то есть очень важная вещь иногда люди думают ну и вот когда я разбогатею тогда я начну распространять что-нибудь нет махамантру можно распространять даже будучи бедным нужно быть просто искренним и связанным да то есть вот быть вот в этой связи с этим деревом и тогда эта энергия будет идти через преданную он сможет делиться с другими хотя я садовник я желаю быть так же и деревом ибо так я смогу принести благо всем в комментарии Шил Пропада пишет что Ши Читани Мабарбу щедрее всех поскольку он желает только одного сделать людей счастливыми его движение санкиртаны специально предназначено для этой цели наше движение предназначено чтобы делать людей счастливыми вот такая цель удивительная его движение санкиртаны специально предназначено для этого он хочет стать деревом поскольку дерево считается самым щедрым живым существом в следующем стихе взятом сам Кришна преподносит жизнь дерева взгляните на эти деревья они дают все необходимое каждому их жизнь не проходит зря их поведение подобно поведению великих людей ибо ни один нуждающийся не уходит от дерева с пустыми руками крона того дерева преданный Ши Читани Мабарбу была очень рада получить этот наказ из уст самого Господа вы рады, нет? рады или нет? нет на самом деле когда мы осознаем что это происходит это же удивительно это знаете вот вам говорят у тебя нет никакой квалификации но я тебе вот даю просто вот возьми вот это вот иди просто раздавай да то есть богатство всего вот вы бедняк вообще вас на улице поймали царь вас поймал и сказал вот я тебе сейчас дам завалю тебя просто богатством иди просто раздавай всем другим вот это то что делает Каспучин Талин здесь самое большое богатство что только есть святое имя которое неотлично само Кришны как мы говорили ни одно если взять все богатство всех трех миров оно не сравнится даже с одним этим плодом с этой Махамантрой ничто не сравнится по богатству по ценности и он говорит а теперь возьмите и идите и раздавайте всех таково удивительное да это движение поэтому Крона была очень рада услышать об этом плод любви к богу имеет такой удивительный вкус что повсюду в мире всякий получивший его из рук преданного немедленно пьянеет это можно тоже наблюдать часто особенно резкий контраст когда преданные там идут с Харинаной по улице ну поют люди могут присоединиться и кто вот искренне просто как-то без предубеждений начинает радоваться этому процессу то есть у него что-то такое происходит и человек просто пьянеет от счастья начинает выплясывать в интернете если вы откроете много таких кадров люди выплясывают в экстазе плачут разные да эти примеры сила пропада пишет что здесь описывается чудесный плод любви к богу подаренный людям господом читаний мы имели возможность убедиться на практике что любой кто не отказывается от этого плода и решает отведать его то есть решает попробовать повоспевать становится без ума от его вкуса и оставляет все свои плохие привычки пьянея аддара Господа читаний махамантр Харе Кришна утверждение исчетания чиритамриты полностью подтверждается на практике и каждый может убедиться в их справедливости что же касается нас то мы твердо уверены в успехе распространения великолепного плода любви к Богу заключенного в звуках махамантры Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна Харе Рама Харе Рама 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 Харе Харе Плод любви к Богу, раздаваемый Читани Махапараву, столь пьянящ, что любой, кто вкусит его и насытится, тут же теряет рассудок и начинает петь, танцевать, смеяться и веселиться. Да, такие удивительные вещи. Видя, как люди поют, танцуют и смеются, катаются по земле и издают радостные возгласы, великий садовник Шичитани Махапараву счастливо улыбается. Шила Пропада отмечает в комментариях, что такое отношение к Господу Читани Махапараву очень важно для участников движения сознания Кришны. В каждом центре нашей организации, ИСКОН, мы устраиваем по воскресеньям пиры любви. И когда мы видим, как люди, которые приходят в наши центры, поют, танцуют, вкушают прасад, радуются и покупают книги, ИСКОН, мы наверняка знаем, что Шичитани Махапараву присутствует при этом, и что он очень доволен всем происходящим. Так, мы можем увидеть, проявляясь атмосфера, все блаженства, кто книги берет, кто просад, кто... Но все блаженства. Наблюдая за этим, можно понять, Господа Читани присутствует в этом. Вот, так Шила Пропада отмечает. Поэтому члены ИСКОН должны расширять наше движение все больше и больше, придерживаясь тех же принципов, на которых оно держится в настоящее время. Довольны этим, Шичитани Махапараву с улыбкой посмотрит на них и дарует им свои благословения, что обеспечит движению сознания Кришны полный успех. Итак, великий садовник, Господь Читания, сам вкушает тот плод и, отведом его, теряет рассудок от его вкуса, так что кажется беспомощным и взволнованным. С помощью движения Санкиртаны Господь свел с ума весь мир. Все люди стали такими, как он сам. Мы не найдем никого, кто не опьянел бы от его движения Санкиртаны. Люди, которые прежде хулили, Господь Читани Махапараву, называя его пьяницей, вкусив его плода, пустились в пляс, восклицая, как хорошо, как хорошо. Это тоже иногда можно видеть, некоторые люди вначале, так сказать, ругаются, да, потом смотришь, уже пляшут, как хорошо, как хорошо. Вкусили тоже. Шила Пропада, конечно, упоминает, что в это движение тоже иногда люди нападают и так далее. Тем не менее, движение расширяется. Итак, рассказав о том, как Господь раздавал плод любви к Богу, я приступаю к описанию ветвей дерева Господа Читани Махапарава. Ну, это следующая уже глава, мы ее не будем читать, но это вот такое основополагающее описание. Для нас, как для преданных, очень важно, преданных Господа Читани, важно всегда вот чувствовать эту внутреннюю связь с этим движением и стараться, да, проявлять, служить Читани Махапараву, делясь, да, то есть, исполняя его наказ. Тогда мы увидим очень много чудес в этом движении, Господь Читани будет действовать. И очень важно, чтобы у нас были вот эти вот внутренние связи, да, по которым лечет любовь. Руба Госвами говорил, дарит дары, принимает дары, угощает просадом, принимает просад. Вот. Говорит сокровенное, слушает, послушает, а тоже сокровенные реализации преданных. Пусть это шесть видов любви, которыми обмениваются преданные. Так преданные могут питать друг друга, вдохновлять. Ну и, соответственно, да, потом это, естественно, преданные смогут делиться с другими. Харея Кришна! Харея Кришна! Вот этим хотелось бы с вами поделиться. Надеюсь, да, это будет полезно. Если вы возьмете это глубоко в сердце, и постараетесь своей, просто каждой своей жизни применить, то удивительная вещь начнет происходить. Мы не квалифицированы сами по себе, но если мы присоединяемся к этому дереву, Господь начинает действовать. То есть мы становимся способны менять вокруг нас других людей после такого удивительного движения. Сам Господь читает им просто действовать. Харея Кришна! Харея Кришна! Пожалуйста! Очень интересную лекцию. Вы сказали, что Бакалюн Рафорик в момент выхода из тела исполнился вашей матерью в камне. Вы начали начало стиха, а окончание... Это надо открыть этот стих. Я, к сожалению, его еще до сих пор не выучил. Надо его выучить, чтобы отучиться кровью. Это стих. Это Всемати Радхарани. Она взывает, что Кришна ушел в Мадхуру. Она взывает, где же ты, повелитель Мадхуру, когда же мы вновь встретимся. Айнида, Дайандра, Овер, О, мой повелитель. И она говорит с сильным, с огромной разлукой в этом стане разлуки. Это настроение и передается по цепьючинской преемственности. Любой разлук вибралам Басэлла. Я тоже насчет Мадхуру. Я сначала начнусь о Мадхуачаре. Мы помянули, что он принес арсию в услуги в Алькабине. То есть другие арсии Мадхуачаре. Да, Мадхуачаре подчеркивал такое настроение служения. Там, конечно, есть определенная прелесть. Но все с благовейным настроением. То есть другие расы он не привез только... Да, более высокие расы. То есть не Актулиси, может, как я не понял. На самом деле Мадхуачаре лично имел даршин Господа Читания. Об этом вы узнаете, когда вы идете по Навадви, по Мандалу, по Рикрами. Там приходите в одно место и говорится, что в этом месте однажды пришел Мадхуачаре, великий Ачаре. И здесь он получил даршин Господа Читания. И Господа Читания дала ему указание, ты должен распространять вот эту вот, не помню, какая у него там, Вишиш-то-два и так далее. В общем, эту философию. То есть все эти Ачаре выполняли определенную роль, подготавливая сознание людей, чтобы Господа Читания мог прийти и дать вот эту самую высшую концепцию уже духовной, ну, какой-то философской концепции. Да, он делал определенную часть миссии. То же самое Роману-Джачаре тоже встречался с Господом Читанием. И даже Шанкарачаре встречался с Господом Читанием. Но Шанкарачаре и Господь Читание сказал, так, в Навадвибе тут все мои преданные, здесь тебе не надо свою философию распространять, и вот туда, там, хелы, то себе. Шанкарачаре тоже выполнял миссию определенную. По-моему, даже вот в этом путеводителе по Навадвибе Тхаме можно посчитать про этих Матхмандерпури, про Матхвачаре, Роману-Джачаре, кому-то из них, кто-то из них произнес даже, у него какая-то шлока есть, где он говорит о Господе Читании, но обычный человек, который не знает о Господе Читании, не поймет. Вот. То есть, там он говорит о золотом цвете, то есть, ну, в общем, о вот этом вот, о Санкиртане, что такое-то. Вот у меня сейчас под рукой нет, но вот то ли Роману-Джачаре, то ли Матхвачаре кому-то из них, кто-то из них написал потом стих, который вот, где он как бы вот, поделился своим дебилетным таинством, но кто как у девочного могут это увидеть, понять. Ну, они выполняли каждую определенную миссию и продолжают выполнять. То есть, все это, это часть замысла Господе Читании. Ни один Ачаре в этом мире, даже другие какие-то конфессии, не могут распространять духовную миссию без благословения Господе Читании. Это вот важное, как бы, понимание, которое, ну, приходит к предану, когда он соприкасается глубже с этим движением, но особенностью, вот, когда на Бадвипу Мадал-Парикару обходишь, то есть там. Потому что он является Кали-Юга-аватарой, да, то есть тот, кто покровительствует духовным движением, вот, освобождением его существ Кали-Югу. В конечном счете за этим стоит Господь Читании. И каждое из этих движений выполняет определенную роль в этом процессе. Есть только одна религия, это любовь к Богу и различные какие-то традиции, пути, самброда и школы, то есть они сейчас играют вот роль, помогая в этом процессе жизни существа. А как насчет нейтральной расы, то есть существует в Абриндаване нейтральная раса? Потому что я слышал, что люди травы, там, госпей, не имеют... Коровы даже, говорится, в Шантарасе находятся. В Шантарасе. Вот, в то же самое время коровы, они и в Атсаде расе находятся, да. То есть иногда и так, и так говорят. То есть, видимо, некоторые коровы, они и так, и некоторые и так. Вот, я слышал, что да, в Абриндаване как бы нет этой Шанты, то есть там нет вот этого как бы безразличного, что ли, отношения к Господу. Вот, то есть там все пронизано матхурией все равно. Но есть как бы живые существа, которые как бы вот находятся в таком, ну, как коровы, да, то есть они просто щиплют травку, но они тоже преданы. Вот, какая-то у них есть праца. Ну, говорится, что в основном там преобладают вот эти вот все остальные расы. Ну, в общем, в мизерном, да, существует эта мизерном. Мизерном, наверное. Шанта раса, Ашвария раса тоже присутствует в Мухархи. Ашвария покрыта матхурией. Ашвария, конечно, присутствует, но она покрыта. И она периодически проявляется, когда Кришна там холка вархам подымает, когда Кришна еще что-то предны поражены, как бы, могуществу Кришны. Но тут же забывают об этом, да. Матхурия покрывает. Йога-мана скрывает. Душа покидает тело обезьяны в невежестве, в льва в страсти, корову в ладости. Если корову получает просад, то душа получает более возвышенные телы, да, я так понимаю? Ну, тело человека, но она получит возможность продолжать вкушать просад, родиться где-то, либо рядом с преданными. Ну, в общем, продолжит свой процесс преданного служения. То есть вкушение просада – это уже как бы начало отношений с Господом. В следующей жизни она еще раз попробует, может, просад или несколько раз. Обязательно устроится. И может быть даже станет преданной. Вот. И так далее. То есть это вот. Это мистические процессы. Там господочитание просто. Вот. Все это делает. Все от его милости зависит. Нам трудно понять, как это все идет. Но там вот эта милость, господочитание. Может, когда-нибудь нам откроется. Это когда мы увидим какие-то подобные вещи. Я прошу прощения. Еще допомню. Я держал коров. Я не знаю, может быть, мне так казалось. Но некоторых коров я видел свою волшебник, которые ушли. Я никому не говорил, да. То есть это преданное. Это возможно. Такие вещи. Такие вещи возможны. Могут происходить. Когда родственники рождаются в виде каких-то животных уже. Нишек формок. Иногда собаками становятся. Я всегда замечал, около поста ГАИ очень много собак. Какие-то машины. Они на них гавкают. На них машины. Знаете, как они? Ну и куда поехал? Продолжаю. Однажды меня один полицейский остановил. На этой автоинспекции. И он со мной разговаривает. А у меня аж глаза на лоб такой. У него, знаете, у него висят вот так щеки. Как у бульдога. Вот, ну точно бульдог. И он такой. И даже речь его такая. Куда едешь? Гу-гу-гу. Куда едешь? Прям слова даже у него прям как гавкают. Я так смотрю, у меня аж настолько это поразительно было. Но иногда люди развивают. Они уже в человеческом теле, но у них уже сознание, вот, животное. Прямо вот ярко порой бывает видно. Естественно, в следующей жизни они идут из сознания такого. Они, иногда некоторые животные, они как люди. Уже у них сознание настолько разное, настолько они понимают. Просто поражаешься. Я был сам свидетелем. У нас есть такая деревня Ершов. В поселке, ну в общем, рядом с Куржинова, можно слышать. Короче, на Черкесии. Там полдеревни фактически, дома прежанных. И у одного премного, там есть такой премный, вражавелас. Один из таких старших премных. У них в доме собака. Щенок такой был, не знаю, ну, несколько месяцев там он был. И он мне говорит, щенок говорит, он так любит просаду. Он все там, морковку, капусту, все аж тричит за ушами у него. Так он вообще, если это просаду, он просто в улет любую как бы ест. Вот смотри, и он вынес просаду. И тут прям начал, смотри, захлеб. Так, есть и вражавелас, он аж засмеялся. Действительно смешно бы, мы засмеялись над ним. И представляете, этот собак, этот песик. Обиделся. То есть он обиделся, остановился есть, ушел, морду как бы ткнул. Вражавелас к нему подошел, пытаясь его погладить. Только раз от него как бы отходит. Да ладно, что ты, ты, ваше, нам, мы просто радуемся. Очень как нас такой, знаете, так нехотя поднялся уже. Дошел и начал уже так более спокойно есть. Я так увидел, ну ничего себе, ну, как это вот объяснить? Да, совсем другое сознание. Оно, конечно, обусловлено еще собачьим вот этим сознанием, но оно совсем не как у обычной собаки. То есть там какие-то вот более... То есть оно понимает, что ему говорится, преданное. То есть оно ее успокоило, пошло... Все, все чувства, все понимает. Такие вот удивительные истории были. Примеры. Давайте вы потом, Маташа. Олег Кришна, вы сказали, что это, в райских планетах проповедовать. Можно подробно? Я вам повторю. В райских планетах проповедовать. Кто-то проповедует там, да. Я правильно понял, что вы так говорили? Да, там кто-то проповедует. Например, Ямарадж проповедует своим слугам, Ямадутам. Мы можем читать это всем от Бхагаватам. И он им рассказывает науку воспевания святого имени, принослужения, что Бхагаватадхарма начинается с воспевания святых имен. И если кто-то воспевает святые имена, вы вообще не должны подходить к этим людям, потому что там уже обычные законы кармы не работают. Так он объясняет, проповедует один из махаджан. Наверняка есть и другие преданные, которые тоже проповедуют. Все полубоги, они преданные, может быть, не такие прям чистые, но не менее они тоже преданные. И наверняка кто-то из преданных, кто туда попадает на Райские планеты, то есть они там что-то, так сказать, реализуют, и наверняка у них же тоже какой-то опыт есть, они тоже что-то там делают. Ну, лучше туда не идти, да. Потому что полубоги хотят сюда прийти, говорят. Можно не вернуться. Кто-то может вдохновиться, вот, я пойду проповедовать на Райские планеты. Это лучшая идея. На самом деле это будет на Земле лучше ситуация, потому что там в Раю как бы такие тела, в которых трудно совершать аскезы. Полубогам очень трудно совершать какие-то аскезы, а без аскезы, без какого-то предания, без слишком много удовольствия. И это развращается. Поэтому это такая. Опасная тенденция. Махаташ, вы что-нибудь сказали о Нимбарке Ачаре? Потому что основополагающее место он определил Нимбарке Ачаре, потому что он первым высказался о Шримарке Адхараме как о внутренней энергии. Остальные все Ачаре никто не говорили. Никто не говорили. Хотя они знали, что есть, даже Махаташ Ачаре знал, что есть Шримарк Адхараме, но они уже-то не говорили о ней. Да, это большая тайна. И даже Нимбарка Ачаре он не полностью понимает. А что в храмах Адхараме вместе с Кришной одни стоят? Да, да. И они поют Махамантру, но немножко другую. А, да, они другую, да. Они другую Махатру. Радха Кришна, Радха Кришна, Кришна Кришна, Радха Радха Радхи Радхи, Радхи Сьям, Радхи Сьям, 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 Радхи Радхи. Они так поют. Ну, это вот, да, это другая Сампрадая. Смысл примерно такой же. Мы поем Харе Кришна Махамантру, как дал Госпочитание. Как насчет Джадевы Госвами? Ведь он же первый раз сказал Радхарани. Да, Джадевы Госвами, Радхарани тоже говорил. Я считал, что он самый первый из Госвами. Это было перед Господом Читаний, да. То есть, я не помню, когда он жил, но, по-моему, он жил либо во время Раману Джачарии, либо чуть позже. Даже позже, по-моему. Позже. Он незадолго до прихода Господа Читаний жил. Поэтому, да, вот. То есть, где-то, естественно, Радхи 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 Радхи, они и в Пуранах высказываются, и в Багаватах, но очень скрыто, потому что это, ну, это большая сакранная тайна. Это открывается только тому, кто развивает соответствующую преданность. Поэтому Вайшнавы Ачария вначале даже не ставили Шимати Радхарани рядом с Кришной. То есть, если посмотреть, все божества Вриндавана, там был только Кришна один. Шимати Радхарани не было рядом. Но все Вайшнавы знали, что Радхарани всегда рядом с Кришной. Потому что она его энергия, наслаждение, никогда не разлучна. Но они как бы не хотели, чтобы это было так открыто. Но вот уже позже сам Мадхавендрапури был, наверное, первым, кто дал указание Адвати Ачарии установить Радхамаданмухана у себя, что он сделал. И Адвати Ачария ему сказал, «Ну, я как бы не могу взять ответственность за божества, потому что я Брамачарий». Он 50 лет где-то, и он еще не был женат. Я как бы не женат, я уже как бы не собираюсь. Кто сказал, «Ну, тогда женись и заботись о божествах». И Адвати Ачария сказал, «Ну, я не могу гарантировать, что мои потомки не будут совершать оскорблений. Я-то, может быть, и как бы нормально, но когда я уйду, что будет потом?» И тогда Мадхавендрапури ему сказал, что я беру все реакции за все ошибки 14 поколений для их потомков. Поэтому давай, бери, как бы, ответственность. Так. И он дал указание ему поклоняться Радхе и Кришне вместе. Это, наверное, один из первых. Потом Джахнави Мата она устанавливала для всех божеств, Мандамухана, Гувиндаджи, Гупинатхи. Она всем привезла Радхарани. И даже был случай, когда предны собирались установить, по-моему, Гупинатхи, Радхарани. А ночью... Или Мандамухана... Вот я не помню точно сейчас каких божеств. В общем, ночью пришла во сне и сказала, это другая, это не Радхарани, это Лолита. Поэтому она должна рядом со мной стоять. И, в общем, на один алтарь пришлось поставить обоих. То есть, думали, что разные Радхарани для разных божеств. И потом привезли еще Радхарани из Джаханавхапури для... Я не помню, по-моему, для Купинатхи, для Ковинды. Я не знаю, где это было. Вот. Так. С тех пор, как бы, предны поклоняются жратких вишни более. Госпамь им уже начали поклоняться. Благодаря Джаханави Матве. Так. Это милость господсчитания, что это открывается так сейчас легко. Вообще, это большая тайна, Симатер Радхарани. Лишь очень возвышенные души, которые достигали такой любви, они могли проникнуть в эту тайну. Арея Кришна. Так. У нас что со временем? Ну, давайте последний. Шукадема Госвами трижды услышал Багавата. Первый раз, который из ваших слов, от Господа Ширы. Второй раз, когда он улетел в род своей матери, от Весадевы, Аксан. Да? Весадев рассказывал Багаватам? Ну, я не думаю, что там он прям услышал. Он влетел в рот прямо, и там что-то такое произошло. Значит, два раза. Что-то они обсуждали. Значит, два раза. Я не знаю, полностью ли он от Господа Ширы услышал, или он на середине прилетел. Скорее всего, там уже шел процесс. Но он точно получил его в начале, в сжатом виде, ему Весадева его дал. Когда он в очреве еще находился, он убежал. А потом он его, так сказать, привлек и дал ему более расширенный. Аксиренный тоже. Да, и тогда уже Шукадева Госвами потом его рассказал, раскрыл его еще больше. И даже сам Весадева пришел слушать, как Шукадева Госвами рассказывает Багаватам. Потому что Багаватам рассказывают не Шукадева Госвами, а сам Кришна устал Шукадева Госвами. Поэтому все Нардамуни и Весадева сидели, слушали, как Шукадева Госвами рассказывает Багаватам. Это Багаватам только в Самадхи, то есть она раскрывается полностью. Поэтому они все были на этом уровне, не все могли понимать и когда шукадева госвами то есть попугай кришны раскрывает это то это особо был особо уполномочен поэтому горит сашим как наклюнул богатым сделал его вообще таким нектарным записал веса дэва до веса дэва его записал потом соответственно еще суток а с вами рассказал веса дэва соответственно все же так 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 богатом как бы такими волнами как бы проявлялся все больше 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 в конце концов законченную версию прямо такой исторической хроники нет но похоже на тот сам ясадева записывает то есть по годам если вы почитаете ясадева говорит суток а с вами с ясадева у вача и говорит после того как суток а с вами там белков как бы рассказывать садеваешь некоторые бачного говорят что он как бы к три калагья он видел будущее яска сами махараджи говорил что скорее всего все-таки после того как уже вот эти все он как бы дополнил что-то проявил но это это богатом который изначально это сам кришна это не материальный какой-то вот звук просто он да вот проявляется полностью так богатым конечно удивительное произведение то есть там оно написано сразу трех стилях то есть обычно есть три стиля говорится что веды они получают как как господин то есть они говорят вот так и так и никаких как бы этих вот ты должен делать вот так и никаких нет не не писал по раны обучают как друг они готовы посмотри вот вот так это царь вот так вот делала вот если вот так то это будет так как вы знаете друзья вот а есть язык любви кабья называется язык любви когда говорится как бы о чем-то другом на самом деле имеется в виду другой особо не прямой язык язык люди так как какие то вот язык любви такой за чем то вроде бы говорит другом на самом деле намекает как-то другой с ней прямая речь багаватам в отличие от всех других писаний он все эти три стиля в нем есть и тот и 1 2 3 в нем в ведах используется 15 звуковых этих размеров стихов багаватам 27 до багаватам пураны все написаны на простом разговорном языке симаббатам написан на непростом языке более того багаватам невозможно раскрыть вот просто при помощи логики багаватам должен открыться в самадхи вообще открывается поэтому это уникальнейшее вообще произведение это единственное произведение которое сохранилось практически одно из таких которые точно сохранилась не изменом виде на него больше всего есть комментариев сейчас по крайней мере восемьдесят один комментарий сохранится вообще было более 200 комментариев что само по себе говорит уже о необычности на другие пораны только на бишь на порану есть два комментарии на другие вообще нет комментариев вот и ну очень столько как бы до удивительных характеристик то есть она является не является творением человека то есть она была составлена воплощением господа причем баяса дэва во всех других эпохах вселенных это ну как бы обычная джива но веса дэва нашей как бы портера сам кришна это воплощение господа непосредственно пришел чтобы это особый как бы случай поэтому писание давно самим кришны на то есть писание записанным необычно то есть она является воплощением кришны и так я хотел еще сказать я вчера сделал объявление что не много было людей то есть мы делали собрание совета общины позавчера обсуждали ситуацию то есть много очень хороших изменений есть был сделан ремонт очень много усилий преданные сделали прошли этот этап коронавируса достаточно сложной пандемии здесь особо было строго все я смотри самый строгой здесь все поясно я с вами рассказывали чем непростые у вас похоже самые строгие эти самые и даже если чтобы сюда ехать нужно было сертификаты вакцинации которые отменили прям перед моим приездом оказывается вот достаточно строгие это конечно забота правительства не волновались людей но тем не менее это непростое было время когда все сложно то есть преданы не могли встречаться и преданы воспользовались хорошей возможности сделать ремонт и благодаря этому вот многое изменилось также очень хорошие есть какие-то начинания то есть ну и новые какие-то люди студенты приходят из какой-то пошло такое оживление очень хорошие вот проявилась также ну мадово читание право очень хорошие наладил отношения с правительством и очень поддерживает участвует собраниях дают возможность выступать тоже это очень большое достижение очень хорошо очень правильное служение производится естественная помощь тоже приходит удивительно единственная страна где правительство выделяет какие-то средства чтобы поддерживать духовные разные традиции нигде такого я не видел первая сторона это означает что это очень здорово хорошие тенденции они ценят значит это хотят чтобы это развивалось это надо ценить вот и мы обсуждали то есть как лучше то есть какой то этап скажем так закончился вот и вместе приняли решение такое что нужно какое-то обновление совета то есть преданные которым совете они многие чувствуют уже какую-то и как-то сказать уже и усталость своего рода и то есть уже какое-то вот оживление поэтому решили то есть мадово читание право очень хорошо служит и действует в этой роли мы просим его остаться и подобрать какую-то новую команду совета общины сделать каких-то преданных которые могут и в команде действовать сотрудничестве и в то же самое время активные могут что-то проявлять это могут даже быть молодые преданные не так это важно главное чтобы они могли быть но какой-то вот ответственности стиль служить в общем вот так такое предложение и патрака прабу тоже войдет в этот новый совету двое двоих мы как бы попросили основой несколько человек еще может быть кого-то привлечь вот наша задача сейчас сохранить единство вот в общине это важная вещь сотрудничество понятно что может быть у кого-то из вас есть какое-то другое видение другие какие-то желания еще что-то но это то всегда так каждый из нас у каждого свое видение вот и конечно мы можем его предложить что-то но если не все так вот прям воплощается не нужно обижаться старайтесь сотрудничать все равно как-то вот вместе делать расширять движение есть много также большой город где можно делать какие-то проповедческие программы центры открывать я сегодня был в кафе новая до планируется рома при я правда рома при покупке показан вот другие прям тоже не знаю вас как и есть мальчик а вот что-то делать проходит программа ударит хана пробу начал сюда приезжать я думаю можно еще сюда других предмет приглашать уже маликамалу пригласить его рахангупала то всех пожалуйста может есть уже какая-то аудитория то есть мы можем помогать людям обретать знания расширять вот и большая просьба пожалуйста сотрудничайте не обесценивайте того что преданы делают или может быть не делают что-то то есть так просто все прямо переделать если вы можете что-то предложить и внести то есть пожалуйста всегда рады но постарайтесь да как-то сохранить нам надо сохранить с мир и его увеличивать то есть вот эту энергию любви нужно накапливать и тогда мы все получим силу полномочия просто читали хорошо нормально так на данный момент так потом будем смотреть дальше как бы все развиваться я постараюсь конечно же в следующем году опять приехать сила пропадки спасибо огромное спасибо огромное и особенно он давал старшина и встречал я на самом деле очень рад с вами встретиться скучал мне не хватало вашего общения и я надеюсь что кришна позволит меня еще с вами продолжать неизвестно конечно что будет будущем мы все равно где-то рядом пожалуйста чаще приезжайте неизвестно неизвестно